Всем привет, меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о множественном числе в испанском языке. В испанском языке существительные имеют формы единственного и множественного числа. Перед началом разбора правил стоит напомнить, что следующие правила подходят также и прилагательным. Также и об артиклях стоит напомнить, где для женского рода во множественном числе используется ляз, а для мужского – лёс. Существительное с окончанием на неударную гласную образует множественное число путем прибавления эссе в окончании. Таким образом, el plato – los platos, la tribu – las tribus. Существительное с окончанием на согласную или на игрега образует множественное число путем прибавления окончания эссе. Получаем el animal – los animales, el rey – los rees. Существительные и прилагательные, имеющие окончание на ударную и у, допускают два варианта окончаний во множественном числе — с формой эсэ и с формой эээсэ. За исключением некоторых уникальных терминов со строго фиксированной формой, остальные имеют два варианта и допускают оба к использованию в речи и письме. Дополню, эээсэ и эээсэ являются институциональной нормой, их применение является абсолютно правильным, без каких-либо ограничений. Существительные с окончаниями на ударные э, о, а и дифтонг образуют множественное число через окончания эсэ, как, например, вв, ввс, плато, платос, муай, муайс, папа, папас. Существительные с окончаниями на сета и экис во множественном числе сету и экис меняем на сэ и добавляем окончание эээсэ. И получаем ля оникс, лас онисэс или ля люс, лас люсэс. Исключение. Односложные, короткие и слова типа агудас, это слова, где ударение падает на последний слог с окончанием экис, не меняют экис на сэ, а образуют исходную форму плюс окончание эээсэ. И так мы получаем бокс, боксэс, факс, факсэс. Существительные с окончанием сэ во множественном числе меняют ее на ку плюс ээсэ. Мы получаем эль вивак, лёс вивакэс, эль фрак, лёс фракэс. Существительные с окончанием на согласную, являющиеся недавним заимствованием из других языков, а также научные термины, во множественном числе имеют окончание эээсэ. Но стоит отметить, что в теле этих слов сета и сэ могут меняться туда и обратно. Пара вариантов. Стандартный вариант. Алиф, алифс, амок, амокс. Или там, где меняются буквы. Асимут, о асимут, асимутс, о асимутс, сэнит, о сэнит, сэниц, о сэниц. Существительные, имеющие минимум два слога с окончанием на эсэ, на безударный слог, во множественном числе свои окончания не меняют. Они имеют одну форму для обоих чисел и различаются исключительно артиклем. Как, например, el análisis, los análisis, el cactus, los cactus. Также не меняют окончание и дни недели с эсэ на окончание. Как, например, el lunes, los lunes, el martes, los martes. Также сложные существительные, но уже без эсэ на окончание. Как, например, el azmerir, los azmerir, el corredile, los corredile. проведили. Своеобразная форма множественного числа у сложных существительных, которые образовались путем сложения нескольких слов, как, например, el vagon restaurante, los vagones restaurante или la rosa te, las rosas te. Есть ряд существительных, которые употребляются только во множественном числе, как, например, las afueras, los celos или las gafas. Также стоит добавить, что есть существительные, которые практически никогда не употребляются во множественном числе, как, например, имена собственные. José, имя, Moscú, название города или Испания, название страны. Существительные, называющие единственные или мыслимые как единственные объекты, el sol, el sur, или существительные обозначаемые вещества, материалы, продукты, la carne, el pan, el carbón, качества, состояния, как la alegría или el desorosho. Собирательные и существительные, типа la ropa, la gente, некоторые термины, особенно с суффиксом ismo, а также названия литературных, политических направлений, а также названия наук, как, например, marxismo, medicina o ingeniería. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите учиться испанскому, ссылки у вас на экране, либо в описании к данному ролику. Если хотите поддержать канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Успехов в языке и пока-пока.